Здравствуйте! Как играется Contract Wars в 2021 году? Очевидно, что игра устарела, как геймплейно, так и графически. Хотя какие-то обновления до сих пор и выходят. Так что же такое Contract Wars? Я думаю, многие из вас пропустили эту игру, как и я в своё время. Анонсирована она была 6 декабря 2010 года. В то время можно было в неё поиграть в браузере. То есть ничего не нужно было качать, какие-то лаунчеры и так далее. Сейчас же мы имеем собственный клиент, с помощью которого мы, естественно, запускаем игру. Contract Wars это MMO FPS, то есть шутер с прокачкой. Здесь имеется 6 различных веток, в которых свыше 100 скиллов. То есть для каждой в кавычках профессии имеются свои способности. На моё удивление, эти скиллы не имеют какого-то дисбаланса. Плюс 3 единицы к стабильности и отдаче, плюс 3 единицы к точности и так далее. Естественно, у ветеранов этой игры будет небольшое преимущество среди новичков. В игре есть 4 типа очков. Опыт, который мы получаем после убийства либо за победу. SP, очки с помощью которых покупаются скиллы. Кстати, в самом начале доступно 5 спешек, которые можем потратить на те же способности. CR, это обычные очки, которые используются для покупки скиллов и оружия. И GP, это уже донатная валюта, которую можете потратить на премиум пушки, некоторые премиум скиллы и так далее. Скажу насчёт доната. Для меня это непривычно, но соглашусь. Донат здесь в принципе не сильно решает. Можно вполне спокойно играть нашими ручками. Есть ещё система рангов, которая включает в себя около 60 званий. Ну и ещё немаловажное, а даже интересное, это достижения, за которые получаем дополнительные CR. Чем же отличается Contract Wars от остальных игр тех времён? Такие как Combat Arms, Crossfire и так далее. То, что здесь достаточно хорошо проработана стрельба, отдача, вид оружия. За это однозначно лайк. Да, естественно, эта игрушка не сможет потягаться шутерами наших времён. Но если смотреть на игры десятых годов, я думаю, это одна из лучших ММО ФПС. Графически хорошая стрельба, минимум доната. Что же меня сильно выбесило в этой игре? Так это скорость передвижения. Твой персонаж ползёт, как будто бы улитка на поле боя. То есть покупаешь снайперскую винтовку, и даже если ты не умеешь стрелять, ты всё равно попадёшь по врагу. Потому что они реально медленные. Да, кто-то скажет, что это более реалистично. Но это не в моём вкусе. Я люблю всё-таки динамичные игры. Тут уже на вкус и цвет. Что-то ещё рассказать об этой игре, что-то выделить у меня не получится. Просто хороший шутер среди конкурентов тех времён. Большая просьба. Если видосик вам зайдёт, поставьте обязательно большой палец вверх, подписку на канал и, естественно, колокольчик. Для того, чтобы не пропустить ролики в данном формате. А теперь давайте перейдём непосредственно к моему первому взгляду на эту игру. Что первым делом я заметил? То, что менюшка у нас очень скудная. Во-первых, не на весь экран. Ну ладно, ничего страшного. Во-вторых, как-то разобраться с этим всем можно очень быстро, в течение 5 минут. Не как в других игрушках, типа как в Сервариум, где я там разбирался полчаса. Здесь всё легко, всё понятно и так далее. Выбор оружия на старте у нас очень скудный. Единственное, что я себе купил, это штурмовая винтовка. КЦ, ПДВ. Всё. На снайперку, конечно же, на старте не хватает. Нужно играть, нужно копить и так далее. Почему я говорю именно за снайперку? Потому что здесь персонажи передвигаются очень медленно. Здесь нет ускорения. Ты просто бежишь, но я чуть позже покажу. Для снайперов это просто имба, если честно. Любой, любой дурачок, который первый осел за комп, сможет попасть по человеку. Я не знаю, на что они рассчитывали. Зачем здесь оружие ближнего боя, я до сих пор не понимаю. В общем, у нас здесь есть сеты оружия. Как я понимаю, их можно разблокировать на 10 уровне. Либо же можем, естественно, приобрести за 100 джипишек. Естественно, как обычно, много донатного оружия. В сумму вы, в принципе, сами видите. Мне даже могут сделать скидочку, если сейчас куплю. Как я понимаю, написано 9-165. Это получается в аренду. Это можем взять мы в аренду, либо купить навсегда. Есть боксы. Премиумный бокс ускорителей. То есть, страной опыт. Потом какой-то еще опыт, еще опыт и серийный опыт. То есть, максимально быстро можем прокачать себе левел. Базовый бокс. Нам дают кредиты 10 тысяч. 5 дней пушечка и 5 дней еще штурмовая пушечка. Кстати, очень даже скудный вариант. И базовый кредитный бокс. Ночной воин. Это плюс 30% кредитов. И 10 тысяч кредитов. 20 джипишек. Я думаю, это дешево стоит. Чуть позже прикреплю, сколько стоит, допустим, 1000 джипи. В общем, что? Как во всех играх мы зарабатываем игровую валюту и за нее покупаем себе оружие. Донатных пушек здесь, как вы можете наблюдать, я не скажу, что гораздо больше, но немножко больше. В принципе, ничего страшного. Что здесь у нас, как вы видите, все, в принципе, одинаково. Что основного оружия 5, что донатных тоже 5. В общем, каких-то вариаций, чтобы поиграть на старте, их, в принципе, нет. Потому что бегать с этой штурмовой винтовкой, я не знаю, я немножко поиграл и понял, что это такая залупа. Ладно, окей, здесь у нас есть быстрая игра. Есть поиск игры. Допустим, делаем игроки у нас. Сейчас играет, ну, вы видите, онлайн. Небольшой. Возможно, многие из игроков сейчас находятся в школе. Честно, не знаю, сейчас 3 часа дня. Возможно, к вечеру немножко больше повышается онлайн. Сейчас же все печально. Далее, настройки. Настройки у нас здесь все самое обычно. Можем выключить чат, можем автоскриншоты сделать, что смешное. Ну и наш ник. Можем еще один раз его изменить бесплатно. Купить одну смену. Даже цвет ника, смотрите. Видео-аудио поставил все на максималочке. Плюс сделаю еще ограничение по FPS в самом Nvidia. Управление. Тут все дефолт. Далее, карьера. Здесь немножко уже поинтересней. Допустим, умение. Карьерист можем приобрести только за донатную валюту. Это как я понял. Ну, да, да, получается, да, на 5, на 30 дней и так далее. То есть, все это покупаем за донатик. Допустим, хотите опыт и мета-уровни, и МП в 2 раза, покупаем. Нужно, допустим, ускорение выполнения оружейных заданий, тоже покупаем. Естественно. Блокировка вашего профиля. А, то есть, я могу заблокировать мой профиль, чтобы другие игроки его не видели. Нормас, нормас. За ваши денежки сделаем все, что хотите. Все игроки платят вам процент от полученного ими опыта. Ага. Ну, в основном, как я понимаю, здесь все на опыт. Вы новичок, вы покупаете ранний хардкор, залетаете на хардкор и просто начинаете руинить всем игры. Это, кстати, прикольно. Удаление вашей позиции из рейтинга. В общем, в основном, да, все идет на опыт. Что я рад. Нет такого, что там, покупайся, двойной урон или там, двойная скорость передвижения. Это меня радует. Не прям тут такой уж донат серьезный. Далее у нас идут уже умения, именно которые мы приобретаем за СП. Как я понимаю, это благодаря опыту дается нам все. Разведчик, штурмовик, разрушитель, снайпер и оружейник. Все это покупаем за, допустим, одну, потом два, три, ну и так далее. Я думаю, понимаете. Далее штурмовик. Вот если я приобрел тактический курс альфа. То есть, это ускорение перезарядки на 5 единиц. И уменьшение отдачи. На снайпере тоже купился точность основного оружия плюс 3. Пока, в принципе, ничего серьезного. Естественно, чувачки, которые играют в эту игру уже годами, у них все это открыто. И если я буду с ними сражаться в ПВП, то есть 1 на 1, у них как минимум в полтора раза больше шансов меня убить. Я думаю, это все прекрасно понимают. Далее у нас идет сводка. Это общая статистика. Ваш логотип, игры, смерти, убийства и так далее. Рейтинг. Вот тут челики играют. Чувачок сделал миллион, убийств. Даже есть 2,5 миллиона. Да, ребятки, походу, затрудят прям жестко. Достижения. Контракты. Выполняем ежедневно. Статистика. Ну и кланы. Куда же без них. Кстати, если смотреть на кланы, то здесь у нас, я скажу, большое количество людей. Где-то есть 2000 человек. Где-то полторы тысячи. Где-то по 200, по 200, по 500. Людей кажется, что играет очень много. Возможно, это еще давно люди зашли, вступили в клан и уже не играют. Возможно, в этом клане играет всего лишь человек 50. Не знаю, не буду базарить. Есть КВ-шки. Без них никуда, естественно. КВ-шки это норм. Ну и в принципе, что? Больше ничего. Пополнить баланс. Комплект снаряжения можем приобрести. Естественно, премиум бокс. Здесь у нас какие-то, а, типа скинчиков, да, каких-то. Которые, если честно, толком и не меняются. То есть, просто чуть-чуть визуальчик. Да и все. Как я говорил ранее, менюшка у нас очень-очень, так сказать, маленькая, компактная. В которой разберется каждый дурачок. Прогресс ежедневных контрактов. И все, все, в принципе, все. Наш бабос. И плюс нам подарили, кстати, 100 джипишек. То есть, я могу сейчас взять и приобрести себе... А, снайперку не могу купить. Вот это вот печальник. Давайте живем себе АКМ. Я, если честно, не знаю, конечно, есть ли смысл от него. Я хотел взять что-нибудь с прицелом. Давайте возьмем одну МП-5. Проверю, как она будет показывать себя в деле. И, допустим, АКМС. Тоже на один день. Сначала возьму АК. А, да, еще забыл. Нажимаем на... Я не знаю, что это. На тот значок, в общем. И здесь у нас есть кастомизация оружия. То есть, можем приобрести себе различные модификации поставить. Видимо, обойма, да, там глушители и так далее. То есть, модификаций здесь, как мне кажется, хватает. За что их покупать? Видимо, за прогресс. Допустим, вы бегаете с этим оружием, качаете его. У вас идет опыт этой пушечки. И уже покупаете. Это мне нравится. Это классная тема. Тут я согласен. Ну и ладно. Давайте возьмем себе еще, наверное, что-нибудь такое серьезное. Из пистолета. Вот. Теперь мы полностью затарены. Нажимаем поиск игры. Сейчас вам покажу, почему именно здесь... О, дэдмач есть. Кстати, дэдмач можно сгонять. Почему здесь снайперки, это имба? По крайней мере, в этих контрактах назвать. Точнее, в определенных режимах. Ага. ЛКМ для вступления в игру. Вот. Все. Мы вступили. Фризы, конечно же, присутствуют. Я даже сделал уже ограничение по ФПСу. Тем не менее, фризы иногда... Бывают. Сейчас просто разберемся, какая здесь стрельба. Потому что... Очень страшно. Когда ты приседаешь... Типа, может голова закружится, мне кажется. Так, хорошо. У свод ускорения нет. Ну, как пафосно. То есть, вот это наша максимальная... Это что было? Ладно, я понял. Дайте я покажу скорость. Вот. Наша максимальная скорость передвижения. Все. Вот мы можем на Shift. Еще медленнее. А вот мы бежим на Fold. То есть, почему так? Почему такая скорость? Я не могу понять. А, он типа бессмертный был на Сарте. Я понял. Найс. А ну, давай возьмем пистолетик. Еще затестить его. Если честно, какие-то странные, ребятки есть играют? Я не знаю. Единственный огромный минус, что здесь нет ускорения. Куда он делся? Ого. Он так отлетел. Передвижение. Очень медленно. Я как я двигаюсь. Типа, тем не менее, я скажу одно. Что? По поводу оружия, да? А, все, нельзя. Ну, здесь стрельба явно лучше, чем... Тон же самый Crossfire, либо Combat Arms. Честно, здесь стрельба реально как-то более лучше. Более реалистичней. Я не могу понять, почему они так быстро сносят. Меня убивают с этого патрона. Неужели они прям все настолько жесткие, ребята? А так вообще почему-то... Один патрон и все. Не, стрельба действительно неплохая. У меня бы здесь коллиматор, если бы дали коллиматор и немножко скорость увеличить. Я вам показал, по-моему, игру, ребята. Ну, скорость передвижения, я имею ввиду. А так, что-то прям в этой игре выделить, да, вот особое. Ну, допустим, чем он отличается от того же Crossfire, да, или Combat Arms. Ну, первое, что могу сказать, это чисто оружие, да. Оружие здесь, как я говорил ранее, гораздо-гораздо приятней. И гораздо лучше ощущается. И то, что я еще жаловался, что в том же самом Combat Arms, когда по мне стреляют, я этого не ощущаю. Здесь, когда по тебе попадает патрон, тебя начинает шатать. Какой-то звук издает, там, экран краснеет, вот, как сейчас. И тебя начинают подшатывать. Это прикольно. Я хотя бы понимаю, что сейчас ведется огонь по мне, а не по небу куда-то. 12 киллов сделал. Смерти 17. Да, как-то я умираю. Очень много. Куда-то, походу, в голу так, ребятки, целятся. Неплохо. Не, в принципе, что я хотел. Если остались, то играть в эту игру, мне кажется, все уже такие заядлые игроки с опытом. Навряд ли все заходят, новички. А, все, я понял. Да, один патрон, это ваншот, получается. Нормас, нормас. Глядя, успокойся. Вот то, что я говорю. Блин, прикольно. Не, на самом деле, нормас. Стрельба радует. Но очень медленный темп игры. Я не люблю такой темп игры. Да, не спорю, кому-то может зайти. Но лично для меня нет. Я люблю очень быстро. Когда максимально быстрое передвижение, как в том же самом Апексе. Когда игра динамичная. Ну да, есть любители того же Сталкера, и их много. Которым нравится медленный, неподвижный геймплей, когда ты еле бегаешь. Это не мое. Так, тем временем, что у нас? 16 киллов, 22 смерти. Я понял. Так, а что с этого пистолета попробовать какого-то убить? Как-то не получается. Я буду... А, 25 секунд осталось. Наряд ли какого-то получится. Почему так сильно зажимают? Это в кого? Нет, это не считается. Я такие убийства не люблю. Ах. Так, хорошо. В основном скиллов, 25 смертей. Найс. Карьерный бонус. Заказчик довольный. Я понял, я что-то выполнил. Хорошо. Так, выйти из сервера. Это у нас был дэдматч. Вот, есть тим. Какой-то там командная игра какая-то есть. Вот, давайте сюда зайдем. Я покажу, что здесь играет роль реальный дэдматч. Еще можно попытаться там постреляться на штурмовых финтовках. И мои тимати тоже. Вот так вот засели. О. Ну, то, что я и говорю. Ха-ха-ха-ха. Вон какой-то враг ваде бегает. Ничего не увидел, что ли? А что мне оружие дали не то-то? Не мое, слышишь? Возвращайте вип. А, тут защита получается вип-чувачка идет, да? Чтоб его не грохнули, я понял. А, так, еще русская озвучка, то что. Стоять. Так, не братишка. Ого. Я, конечно, садил Патриков в него. Ого. Что вы тут делаете, ребятки? Да что такое? А, то первое место получили, ребятки, да? Я понял, хорошо. Тоже нам дают всякие штучки за каждую игру. То есть балансы набить можно без проблем. Что меня, конечно же, радует. Давайте попробуем еще раз, только попробую с этой пушечкой. Так, поиск игры. Потому что датматч есть датматч, типа это не так интересно. Интереснее ведь какие-то режимы проходить. Я так считаю. Типа смысл. Датматч есть и в кэске, и в 1.6, и в сорсе, и кэск гоу. Смысл. Смысл. Здесь игра датматч, я не шарю. Тут если играть, то возможно это каких-то режимов. А где ребята? Ага, понял. Еще раз подключаемся. Ну что, поехали. За медведей. Так, сейчас, о, дали нам наше оружие. Это меня радует. Ух ты, боже мой. Какой прицел ужасный. Хотя это очень тупо они сделали. Типа, ну блин, прицел реально страшный. Я теряюсь. Ты вот смотришь сюда, целишься, да? И где-то типа, я его потерял. Я его реально потерял. Не-е-е-е. Чтобы не попасть, он должен стоять на месте. Если он будет двигаться, ну вот, сейчас, любая цель. Во-первых, я даже не видно. То есть, как-то можно, конечно, убить. Но получается очень печально, если честно. Да вообще, просто, ха-ха-ха-ха, не видно, ИСа. О-о-о. И нас спаун идет в одном месте. Почему? Я не могу понять. Ну, серьезно, вот, очевидно, нас зажали в угол. И все? И получается, мы сидим теперь просто всасываем? А, нет, вот, немножко переспаунило в другое место. Да еб твою мать. Ну как вы так быстро, пацаны, реагируете? Ты только появляешься, тебе уже, ты уже на мушке. В общем, лё. Та не, я не знаю, чуваки, как играть в эту игру. Точнее, как. Я знаю, как они играют. Просто нужно задротить в тупую и все. В принципе, что-то еще рассказать об этой игре, ну, я не знаю, пацаны. Тут есть пару режимов, но поиграть какие-то другие режимы сейчас не получится. Потому что, ну, сами видите, онлайн. Что-то у нас есть стим и датматч. Все. Только забито 5 комнат. Все остальные уже просто пустые. Да и как-то оценить режим какой-то новый не получится. По оружию что? Стреляет неплохо. Звуки. Нормас. Отдача. Нормас. Получше, чем в том же самом Combat Arms, либо Crossfire. Немножко лучше, тут спору нет. Прицел просто дерьмище. Я не знаю, как пацаны стреляют с этого прицела. По крайней мере, на MP5. MP5, вы сами прекрасно понимаете. Это у нас оружие более ближней дистанции. А стрелять с таким огромным скопом на такой дистанции, на ближней, как? Как стрелять? На средней дистанции это говнище, а не оружие должно быть, по идее. То есть тот же самый АКМ должен на средней дистанции быть гораздо интереснее, чем MP5. MP5 это ближняя, ну максимум, да, средняя дистанция. А мне предлагают стрелять с таким прицелом на средней дистанции. Когда вообще непонятно, куда стрелять, зачем стрелять. Чуваки просто исчезают, потому что прицел очень близко скопит. А чувачки бегают немножко быстрее. Несмотря даже на их скорость передвижения, но они чутка быстрее двигаются. Короче, мне лично не зашло. Мне лично неудобно. Вам же может понравиться, можете поиграть, можете заценить. В общем, на этом все. Если видос понравился, буду благодарен за большие пальцы вверх, за подписку на канал. И естественно, пацаны, не забывайте за колокольчик. Потому что YouTube такая фишка, вы сами понимаете. Лучше всего ставьте колокольчик и ждите видосик. Будет в принципе на днях. Игра будет интересна по типу сталкера. Давайте, ребятки. Всем спасибо. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok